Привет, друзья! С вами Интересная Инфо. Хороший сериал – это целая жизнь, но найти действительно стоящую многосерийную картину бывает непросто. И сегодня мы хотим представить вам 10 лучших сериалов 2017 года. Открывает список лучших сериалов 2017 года фантастический триллер «Мгла». Сюжет основан на повести «Туман» Стивена Кинга, однако в российском переводе название решено было изменить на «Мгла». В небольшом живописном городке живет обычная американская семья – Кевин, его жена Ева и дочь Алекс. На вечеринке девочка попадает в неприятную ситуацию и подвергается насилию. Чтобы разобраться в случившемся, Кевин отправляется в полицейский участок. Ева и Алекс в это время решают посетить супермаркет, где на этот раз оказывается непривычно много людей. Пока жители города занимаются своими делами, на его улице опускается зловещий непроглядный туман. Сколько тайн он себе таит, сколько мистических существ смогли спрятаться в его густой мгле. Рассказ «Служанки» – один из лучших драматических сериалов 2017 года, сюжет которого основан на одноименной книге Маргарет Этвуд. В будущем на территории современной Америки расположена республика Галаад. Это государство с тоталитарным режимом правления и строгими религиозными правилами. Галаад ведет войну со всеми окружающими его государствами и собственными непокорными жителями. Однако у населения республики есть проблема пострашнее войны. 99 из 100 женщин являются бесплотными и лишь одна из сотни может родить ребенка. Девушек из простого народа, способных продолжить свой род, направляют в места подобные резервациям. Там из них делают так называемых «служанок». Это женщины, которые способны служить главной библейской цели – продолжению рода. Можете ли вы представить мир, где нет мобильной связи, но существует телепатия? Или же настолько далекое будущее, что существование Земли воспринимают не более чем миф? Быть может, вас заинтересуют миры, где поезда отправляются из одной реальности в другую, где близкие люди могут оказаться совсем не теми, кем мы привыкли их считать, где человечество превратилось в общество потребителей, способных отказаться от свободы и права выбора ради самого потребления. Сериал «Онтология», представляющий собой экранизацию нескольких рассказов культового писателя-фантаста Филиппа Киндреда Дика, расскажет 10 невероятных историй, способных разрушить привычные представления о реальности. Каждая серия поднимет несколько актуальных вопросов, совершенно не пытаясь дать на них ответ, словно заставляя зрителя сделать свой собственный выбор. Лучший мистический телесериал 2017 года «Лемонис Никит. 33 несчастья». Сюжет основан на книгах Лемонис Никита. В семье Бадлер происходит несчастье. Отец и мать сгорают внутри собственного дома во время пожара, оставляя сиротами троих детей. Бадлер – достаточно богатая семья, у детей есть неплохое наследство, но до совершеннолетия им необходим опекун. Обязательство воспитать детей берет на себе дальний родственник Бадлеров граф Олаф. Однако намерения графа не так чисты, как кажется. Он хочет всеми правдами и неправдами заполучить наследство Бадлеров. Троих сирот, Клауса, Вайолетт и Солнышко ждет еще множество невероятных и опасных для жизни приключений. Не могла не войти в рейтинг сериала в 2017 года комедийная драма «Большая маленькая ложь». Сюжет отдаленно напоминает сериал «Отчаянные домохозяйки». Небольшой город Монтерей – типичный прибрежный американский городок со своей тихой и размеренной жизнью. Новая его жительница Джейн пытается влиться в череду повседневных забот и обзавестись подругами среди местных домохозяек. Однако происходит немыслимое. На благотворительном вечере в школе, куда ходит сын Джейн, совершено убийство. Кто, кроме домохозяек, знает все обо всех жителях маленького городка? Джейн и ее новые подруги берутся за собственное расследование загадочного убийства в школе. Оказывается, у многих семей Монтерея есть что скрывать от глаз соседей. Кажется, настало время каждому показать своих скелетов в шкафу. Действие захватывающего сериала разворачивается в мрачной столице Великобритании, куда в 1814 году возвращается Джеймс Дилейни, считающийся давно мертвым по причине десятилетнего отсутствия. После долгих лет, проведенных в Африке, Джеймсу удается вернуться домой, где он собирается унаследовать то, что осталось от целой судоходной империи, принадлежавшей его покойному отцу. Его возвращение становится резонансным событием в высшем британском обществе. К тому же находятся те, которых это совсем не радует, ведь внезапное появление пропавшего отпрыска одного из влиятельнейших людей Лондона грозит разрушить их грандиозные, далеко идущие вперед планы. Да и сам Джеймс приехал в Лондон не с пустыми руками. Он привозит с собой 14 украденных алмазов, надеясь, что они станут ему хорошим подспорьем в его нелегком деле. Желая отомстить за смерть своего отца, наш герой начинает собственное расследование. Стараясь найти как можно больше информации, чтобы раскрыть темную тайну его семьи, Джеймс сам, того не подозревая, становится на пути у людей, чьи интересы выходят далеко за рамки английского государства. «Легион» – самый успешный супергеройский сериал 2017 года. Главный герой – Дэвид Хеллер, пациент психиатрической больницы. Еще в подростковом возрасте парню был поставлен неутешительный диагноз – шизофрения. С тех пор наш герой находится под пристальным наблюдением врачей, но лечение не дает каких-либо положительных результатов. Все дело в том, что Дэвид слышит в своей голове различные голоса, а также периодически видит странные галлюцинации, которые заставляют парня верить в то, что он действительно сумасшедший. Но все меняется после того, как наш герой встречается с новопривывшей пациенткой – бойкой девчонкой по имени Сидни. Эта встреча, запустив вереницу невероятных событий, заставляет Дэвида выйти из привычного состояния психологического оцепенения. Вскоре он начинает понимать, что все происходящее с ним – реальность, а не бред воспаленного разума. А пока наш герой пытается разобраться, что же с ним происходит, группа специалистов, непрерывно следящих за состоянием необычного пациента, всерьез обеспокоена тем, что в пареньке скрывается огромный потенциал. Они небезосновательно предполагают, что Дэвид – сильнейший из известных им мутантов, наделенный невероятно могущественными способностями. Американская драма «13 причин почему» открывает тройку лучших сериалов 2017 года. Сюжет основан на одноименном романе Джея Эшера. В одной из американских школ совершает самоубийство ученица Ханна Бейкер. Случай подобной гибели подростка нельзя назвать редкостью. Однако Ханна была необычным ребенком. Она оставила перед смертью послание в виде семи видеозаписей. Коробку с семью кассетами получил одноклассник девочки Клей Дженсен. На первой же записи Ханна обещает назвать 13 причин, почему совершила такой поступок. По-видимому, одной из причин является Клей. Мальчику интересно, как он и его школьные друзья связаны с гибелью Ханны. Клей начинает смотреть одну кассету за другой. Но как это скажется на неокрепшей психике подростка? На втором месте в списке лучших расположился сериал «Хороший доктор». В основе драматического сериала лежит история удивительного молодого доктора по имени Шон Мерфи. Он невероятно талантлив и наделен определенными чертами характера, которых не хватает зачастую его коллегам. Это не в последнюю очередь связано с его недугом. Парень с детства страдает аутизмом, на фоне которого развился синдром Саванта. Люди с данным синдромом обладают уникальными способностями в различных областях науки и способны добиваться невероятных результатов. У нашего героя феноменальная память, к тому же он обладает удивительной способностью чувствовать всевозможные проблемы и сбои, происходящие в человеческом организме. Выбрав карьеру хирурга, парень, будучи настоящим гением, быстро добивается блестящих результатов, постоянно удивляя своих коллег. Однако в повседневной жизни ему приходится нелегко, ведь его личностное развитие остается на уровне обычного 10-летнего мальчика. Возглавляет рейтинг топ-10 лучших сериалов 2017 года американская драма в силе хоррор «Твин Пикс», которая является идейным продолжением одноименного сериала 1990 года. Агент ФБР Дейл Купер после событий, произошедших почти 30 лет назад, казалось бы, навсегда покинул некогда тихий американский городок «Твин Пикс». Тогда, в конце 80-х, ему удалось раскрыть загадочное и зверское убийство девочки по имени Лора Палмер. Однако поиск истин открыл перед ним все потайные двери «Твин Пикса», выпустив его демонов наружу. Теперь Купер сидит в черном гигваме, а на дело выходит его дуппельгангер. В это же время в разных штатах Америки появляется некая сущность, убивающая одного человека за другим. Все они как-то связаны между собой. Только жители «Твин Пикса» знают, кто поможет разобраться в этой запутанной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok